Говорит и показывает Минск. В связи с этим это как-то влияет на криминогенную обстановку? И вот вы можете сравнить, например, с Гомелем, где вы тоже возглавляли управление Следственного комитета. Спасибо за вопрос. Но хотелось бы, конечно, начать с поздравлений нашим радиослушателям со всеми прошедшими праздниками 8 марта и Дня Конституции, который отпраздновали в нашей республике. Что касается города Минска, финансовых потоков, да, можно сказать так, что где-то отчасти вокруг города Минска крутится жизнь нашей республики. Это столица и все, конечно, не все, но наиболее значимые, наиболее резонансные преступления и, наверное, и положительные, и отрицательные события происходят, как правило, в городе Минске. Поэтому и работа наша, безусловно, наиболее носит такой оперативный характер, требующий мгновенного решения, мгновенного реагирования. Что касаемо уголовных дел о финансовых преступлениях, связанных с финансовыми преступлениями, то хочу сказать, что за последнее время их стало значительно меньше. Значит, просто вот в разы стало меньше, что не может не радовать. Вместе с тем, это очень тяжело для расследования преступления. Теперь, как правило, это уже связано и с какими-то компьютерными, присоединением каких-то компьютерных вещей, проводками через интернет и все остальное, что, безусловно, усложняет нашу работу и расследование преступления указанной категории. — Скажите, каковы результаты вообще столичных следователей работы в 2021-м, в ушедшем году, и какие виды преступлений, вот на ваш взгляд, удалось как-то минимизировать, а что вызывает большое беспокойство, может, даже и сейчас уже? — Давайте я сначала наших радиослушателей введу в общий курдзел о том, что уже второй год подряд у нас и первые два месяца этого года в городе Минске фиксируется снижение уровня преступности. — В целом? — В целом. В целом фиксируется снижение уровня преступности. Это происходит за счет краж, за счет преступлений, связанных с хищением путем компьютерной техники, иных видов преступления. К сожалению, мы не можем похвастаться снижением уровня преступности по ряду категорий, в том числе связанных с убийствами и покушением на убийство 214-х, так называемые пьяные рули и повторное вождение без права вождения. Здесь у нас произошел некоторый рост, но этому, наверное, есть какое-то пояснение, и здесь есть на чем работать, в том числе в области профилактики. — По всей Беларуси, особенно в столице, естественно, идет всплеск мошенничества в сфере высоких технологий, вообще киберпреступности. Ну, большая беда — это вовлечение детей несовершеннолетних в распространение наркотиков, психотропов. Вот как вам видится вообще решение этой проблемы всей, и только ли в наказании виновных? — Ну, безусловно, это не только наказание виновных, хотя презумпция неатративности наказания, она, конечно, очень важна. Но вы сейчас, задавая вопрос, вы как бы объединили киберпреступности и наркотики, да, но вместе с тем, да, это разные темы, которые необходимо и можно раскрыть. В одном ответе хочу вам сказать, что по киберпреступности, ну, во-первых, есть резкое снижение. Во-вторых, правоохранители научились работать по раскрытию этих преступлений. Это обусловлено, как правило, с немедленным реагированием самих потерпевших. Если сами потерпевшие в первые дни, буквально в первые часы среагировали и обратились в банк, в органы внутренних дел, то очень большая доля вероятности, что их денежные средства будут обнаружены и заблокированы на том счету, которое произошло перечисление. Если обращение происходит через, спустя там сутки-двое, то, конечно, вполне вероятно, что мы установим того человека, который совершил это преступление. Но деньги, как правило, уходят безвозвратно. У нас есть в производстве следственного управления довольно-таки значительное уголовное дело, где обвиняемые уже сейчас проходят более 60 человек, из них 30 человек находятся под сражей. Это уголовное дело связано как раз-таки с хищениями денежных средств, с использованием компьютерной техники. И могу констатировать, что, как правило, и по всем остальным нераскрытым преступлениям, ниточки, пути ведут в нашу соседку Украину. Поэтому, к сожалению, поручения и международные просьбы, которые мы туда направляем, крайне сложно исполняются, а можно сказать, что практически не исполняются. Но наша задача работать. Ну вот теперь о блоке действительно преступлений, связанных с распространением наркотиков. Дети, подростки вовлекаются. Очень важно, да. У нас как раз-таки в 2021 году произошел рост указанной категории преступлений, совершенных именно несовершеннолетними. Как правило, это даже не употребление. Как правило, их увлекают непосредственно в распространение наркотических средств. Ну что сказать, деньги легкие. Дети еще зачастую не понимают, какая ответственность влечет вот эти вот, каковую ответственность влечет эти действия. В погоне за рублем, в погоне они где-то что-то услышали. Они идут на то, чтобы пойти на предложения, которые они находят в сетях интернет. Как правило, одна-две закладки, и такие лица нами устанавливаются как бы и нейтрализуются. Очень жалко, что ломаются человеческие судьбы. Удается пройти дальше? Вот, ну, задержали закладчика, ну, этот ребенок. Не всегда, но удается. Не всегда, но удается, да. Удается тоже в этом плане работает правоохранительный блок довольно-таки эффективно. Не буду сейчас вдаваться в цифры. Может, все-таки какие-то дела расскажете конкретные, чтобы понять вообще масштаб, вот, не знаю, что ли, наркотизации столицы? Может быть, какие-то есть примеры? Чтобы понять масштаб, каждый день изучая сводки, я фиксирую где-то порядка десяти процессуальных решений о возбуждении уголовных дел, связанных с распространением наркотиков, да. По каждому второму уголовному делу я фиксирую, что эти преступления раскрыты, и нами восстановлены лица. Буквально вот на днях нами задержана группа лиц из четырех человек, которые занимались распространением наркотических средств, их довольно-таки длительное время сопровождали органы дознания, фиксировали их преступную деятельность. Ну и вот сейчас это было реализовано. Еще раз отмечу, что к большому сожалению, к большому количеству, извините за эту автологию, привлекаются к этому действию несовершеннолетние. Если это не тайна следствия, откуда приходят наркотики к нам в Минск? Какие каналы? Может, удалось что-то выявить? Если раньше мы фиксировали как бы завоз наркотических средств, как с наших западных границ, так и с восточной стороны и южной, да, то теперь могу сказать о том, что очень частые факты, когда дети активно используют интернет-ресурсы, где можно, по большому счету, достать информацию о том, как произвести эти наркотические вещества. Ну и соответствующим образом заказывали, не буду говорить где, но заказывали ингредиенты и сами производили в своих лабораториях здесь, в городе Минске, в области производили эти наркотические средства. Времена, знаете, когда с Афганистана там опи везли через сотни тысяч, это уже прошлое, ужасно. К сожалению. И тогда было плохо, и сейчас еще хуже, потому что уже теперь здесь наших детей учат этим заниматься. Друзья, я напомню, эта программа говорит и показывает Минск. Ведущий Дмитрий Портон и в гостях нашей студии начальник управления Следственного комитета по Минску генерал Сергей Паско. Соответственно, мы говорим о расследовании наиболее резонансных уголовных дел и о том, что сейчас волнует следственные органы столицы. Сергей Мирославович, вот мы начали с того, что в Минске сосредоточены основные финансовые, в том числе и потоки, а значит, есть коррупция. Ну, так уж повелось. Если есть деньги, значит, есть коррупция. Скажите, есть ли успехи в противодействии коррупции, тоже, может, какие-то конкретные дела озвучите? Ну, количество коррупционных преступлений у нас также снизилось, количество коррупционных проявлений. Вместе с тем, несмотря на довольно-таки плотный график работы правоохранителей, связанных с некоторыми событиями, которые ранее у нас происходили, работу по выявлению коррупционных преступлений никто не прекращал. И буквально вот совсем недавно президентом страны было обусловлено о том, что, как и ранее было сказано, каленым железом выжигается это негативное проявление. Ну, вот сейчас у нас в производстве есть уголовные дела о коррупционных преступлениях, и в отрасли медицины, это биоформация, и медтехника, должностные лица, где брали денежные средства за заключение контрактов, и некоторых государственных учреждений науки, где тоже происходят закупки, а там, где происходят закупки, то есть фактор того, что человек дрогнет и подастся какому-то влиянию, течению, и соблазну, да, спасибо за подсказку, подастся какому-то соблазну и совершит правонарушение. Вы знаете, не хотелось бы называть конкретно, где и что, потому что потом обижаются представители этих учреждений, да, говорят о том, что это вот единичный факт, а вы на весь там город Минск, республику, но что есть, то есть. И это просчеты нашей антикоррупционной деятельности, это просчеты в работе комиссии по профилактике преступлений. Поэтому надо не обижаться и работать над собой. Вот какие виды вообще преступлений вас беспокоят как руководителя управления Следственного комитета, ну и просто как человека? Вот вы сейчас говорили о том, что преступность очень высокотехнологичная стала. Вот, кстати, тоже интересный момент, как вы сотрудничаете с какими-то современными лабораториями, с какими-то новыми механизмами выявления преступности используете. Ну, как обычно, когда такого рода вопрос задают, да, обязательно выводят на какое-то преступление там, где, прошу прощения, кровь ведрами течет, да, и какие-то ужасы, да. Очень приятно, что вы как раз-таки... Здесь наоборот. Этот ребенок недоедает, недо... там, сыпает, да, ходит недостаточно укутанный и так далее, и тому подобное. Мне кажется, это не менее... не менее резонансное преступление должно быть в обществе, да, уклонение, допустим, там, от уплаты элементов, либо насилия в семье, да, чем уже тяжкое преступление, убийство, там, или какой-нибудь, там, разбой с применением оружия. Там же тоже судьба, там детская судьба, там развал семьи, там... там катастрофа. Поэтому вот эти преступления нас тоже интересуют, не то чтобы интересуют, они нас тревожат. Тревожат, что зачастую правоохранители и иные заинтересованные лица очень поздно реагируют на такие факты. Реально поздно. И можно было бы значительно раньше привлекать к ответу нерадивых родителей, и это бы, безусловно, способствовало бы соблюдению прав наших несовершеннолетних людей. То есть, житейские темы вас тоже беспокоят, там, да, когда у какой-нибудь бабушки-пенсионерки обманным путем, там, с карточки накопления вывели, их невозможно вернуть, да. Ну, вот еще раз, по этим карточкам, карточкам бабушки пенсии очень важны, еще раз обращаю внимание всех радиослушателей, это своевременность, а лучше незамедлительность обращения в органы внутренних дел. Только при таком условии мы можем, если незамедлительно не установить преступника, то, как минимум, заблокировать денежные средства мы попытаться можем. Смотрите, очень обсуждаемая тема, это раскрытие преступлений прошлых лет, тяжких преступлений. Я знаю, в органах Министерства внутренних дел даже специальное подразделение создано, активные исследователи этим занимаются. Может, тоже есть какие-то примеры, успехи в раскрытии преступлений прошлых лет? Да, есть, конечно, потому что работают и наши следственные подразделения, и органы внутренних дел. Конечно, у нас есть значительное количество преступлений прошлых лет, которые не раскрыты. Это не значит, что работа по ним приостановлена. Это значит, что мы из раза в раз, с учетом, как вы говорили, новых технологий, с учетом того инструментария, который развивается в недрах Государственного комитета судебных экспертиз, мы по-новому подходим к оценке тех доказательств, которые собраны у нас по делу. Безусловно, очень большое значение имеет геномная экспертиза, которая у нас развивается активным образом в Республике Беларусь. Ну и вот только в прошлом году у нас окончено производством, переданное в суд, допустим, уголовное дело, связанное с убийством еще событий 1996 года, когда там группа лиц, занимающаяся перегоном автотранспортных средств, употребляя спиртные напитки, начала выяснять, кто кому сколько должен, ну, по большому счету, потом пошла по ножовщине, залили, вот возвращаясь к тому, что реки... Это такое громкое дело. Да, море, да. По запаху определили. Да, и что самое главное, вот, что вот эти вот люди, которые совершили это преступление, они вернулись в эту квартиру, да, они даже не удосужились сами убрать эту квартиру, они, насколько вы знаете, да, заставили эту квартиру убирать детей 8-летнего возраста, кстати, которые тоже были свидетелями и потерпевшими по, в рамках этого уголовного дела. Совсем недавно тоже в суд направленного уголовного дела в отношении ряда лиц, которые еще в 2000 году совершили убийство, там, с использованием топора, пенсионерку лишили жизни. Опять-таки, спасибо экспертам и нашим специальным органам, которые не оставили ни единого шанса преступнику, несмотря на то, что он находился в Казахстане, изобличить, найти, этапировать сюда и придать правосудию. — Другим вопросом тоже в медиа часто появляется вообще публикация о том, что следствие ведет дела, связанные с терроризмом и финансированием протестной деятельности. Вот есть ли конкретные примеры, о которых писали, пишут, есть ли какое-то развитие в этих делах, может уже что-то передается или передано в суд? — Давайте я начну с общего. Подразделение Министерственного комитета по городу Минску в суд передано более 600 уголовных дел экстремистской направленности. Это вот вторая половина 2020 года, ну и до настоящего времени. Я общую цифру взял. — Нами впервые в республике применено создание крем-фотовидеотеки, куда уже сейчас помещено около 150 тысяч фото-видеофайлов разного объема. Почему акцентирую на этом внимание? Потому что именно это условие дает нам уверенно смочить будущее о том, что все те люди, которые принимали активное участие, они будут изобличены и безусловно наказаны. Потому что фото-видео-архив, который у нас, ну реально он просто колоссальный. Брали информацию из интернета, из телефонов, которые, других гаджетов, которые мы изымали у процессуальных лиц, все, что было отснято на улице и так далее и тому подобное. Это что касаемо раскрываемости. Что касаемо финансирования. Мы уже не одно уголовное дело по фактам финансирования массовых мероприятий уже направили в суды. Мы вскрыли целую систему финансирования массовых мероприятий, ниточки которых ведут за пределы нашей республики, в Чехию, Польшу, Литву, Украину. Ну и если брать еще чуть дальше, кто финансировал эти гражданские инициативы, то нитки ведут и на Туманном Эльбион, ну и, конечно, за океан к нашим партнерам, так называемым. Вот смотрите, иногда звучит в медиа, что ли, такой укор в адрес правоохранительной системы в том, что, ну вот смотрите, преступность у нас растет, киберпреступления у нас растут, а следственные органы и милиция занимаются тем, что вот протестную деятельность расшифровывает, создает архивы там, рассматривает, кто там, когда, что нарушил. Как вы относитесь вот к такого рода заявлениям? Ну, отношусь к такого рода заявлениям как популистические. Почему? Потому что в самом начале нашего, нашей беседы я обратил внимание, я акцентировал внимание на том, что у нас уже второй год подряд, как минимум, в городе Минске идет снижение преступности, при том довольно-таки значительное, поэтому ни о каком росте речь не идет. Во-вторых, чему можно порадоваться, да, и даже похвастаться отчасти работе правоохранительной в эти нелегкие времена, которые были во второй половине 2020 года. Это потому, что мы не допустили таких ошибок, которые допустили наши коллеги, допустим, в Казахстане, да. Они позволили общей криминальной преступности поднять голову, выйти на улицы, а зачастую и без разрешения граждан зайти к ним в квартиру. Вы слышали и отрезанные головы, вы слышали и те чаяния граждан, которые боялись в Казахстане ходить по улицам, да, находиться в квартирах. Вот у нас мы этого не допустили. Мы не дали такой возможности вот этой вот части населения, прослойки криминальной, выйти на улицы. И приведу вам один, наверное, пример, хотя это примерно в одни сутки было, это в августе месяце было совершено два разбойных нападения с применением оружия в городе Минске. Это не свойственное и не характерное преступление для нашей республики. Ну, были совершены в середине августа 2020 года, когда мы установили этих лиц, это буквально сутки. И один, и второй заявили о том, что не ожидали. Не ожидали о том, что правоохранители будут сейчас заниматься и общей криминальной преступностью. Якобы все ушли на другого рода деятельность, да. Так вот, они действительно не ожидали. Они не ожидали, что мы так спланируем работу, чтобы нигде не дать ни единой возможности нас потом, ну, во-первых, попарить. А во-вторых, чтобы наши граждане боялись выйти на улицы, либо еще, тем более, находиться там дома, да. Поэтому это наша заслуга. Смотрите, у нас весь разговор строится больше на 2021, так сказать. Сейчас уже заканчивается март 22-го. Какие сейчас тенденции в столичной, не знаю, криминогенной среде, вообще какие-то тенденции в раскрываемости? Что беспокоит, что радует, что вас, не знаю, оптимизм вселяет какой-то? Ну, хочу вам сказать, что, видите, вы говорите, что в основном говорили 21-й год, да. Да, действительно, у нас в 21-м году, опять-таки, начну отвечать на этот вопрос сквозь призму 21-го года, да. Про 21-й, 20-й год произошло невиданное сплочение рабочее, хорошее по взаимодействию с органами дознания. И сейчас, сейчас мы работаем не только над теми преступлениями, которые были совершены вот только-только-только-только, да, так называемые свежие. Но и наша работа, как я вам и говорил, вот и приводил примеры, да, она сейчас в том числе в очень значительной мере, да, направлена на раскрытие преступлений прошлых лет. Безусловно, мы активно работаем над преступлениями, связанными с раскрытием, так называемых, компьютерных преступлений, да. Мы получаем уже теперь очень много информации, с учетом того, что уже лица у нас под сражей, да, мы уже провели компьютерно-технические экспертизы. Где-то отчасти получили ответы на наши международные просьбы и поручения. У нас есть, что проанализировать, и у нас есть, чем подкрепить доказательственную базу для предъявления обвинения тем или иным лицам. Поэтому хочу вам сказать, что с уверенностью смотрю в будущее. Если так правоохранительный блок страны будет работать, а в частности города Минска, то, думаю, что люди нам и дальше будут благодарны за нашу работу. Ну, смотрите, меня же как журналиста и всех наших слушателей какой-то интересует, какой-то, может быть, яркий факт. Может быть, в этом году есть конкретно чем похвастаться каким-то уголовным делом раскрытым, каким-то масштабным завершением расследования. Ну, расскажите, мы же будем терзать. Ну, знаете, во-первых, похвастаться можно уже тем, да, что резонансных и масштабных, да, нет. Нет, это же хорошее дело, это профилактика, да, это значит, что мы отработали. Я вам, вот опять-таки, возвращаясь к 212, это хищение с использованием компьютерной техники, да, хочу вам сказать, что я только за один год на предприятии, учреждения подписал где-то, ну, порядка 400 писем, да, с просьбой к руководителям о том, что, пожалуйста, проконсультируйте, проинструктируйте своих сотрудников, чтобы ни в коем случае не, там, не велись вот на эти уговоры. Был проделан титанический труд, мои сотрудники не вылазили, не выходили из студии, да, ну, к большому сожалению, не все слышат, не все, к сожалению. Но это же тот труд, который теперь позволил добиться, в том числе и этот труд, позволил добиться снижения преступности в указанном направлении, понимаете, поэтому, ну, это реально, это то, чем можно гордиться. Что по что-то такому более-менее резонансному, ну, наверное, стоит отметить то, что к нам попытались проникнуть в том числе и преступные элементы из наших южных территорий, да, я имею в виду с Украины. Опять-таки, благодаря нашей сплоченной работе у них был куплен, там, билет через сутки-двое на вылет обратно в Киев, ничего не получилось. К сожалению, было совершено преступление, но оно было немедленно раскрыто, двое граждан Украины были изолированы от общества, в том числе и украинского, да, из себя они представляли представителей криминалитета Украины, но теперь бывают меры наказания, ждутся, да. Вот вы очень важный момент в конце затронули, то, что действительно ваши сотрудники идут там по школам, по предприятиям выступают и профилактику проводят. И мы с вами в середине программы говорили о том, что все-таки следственные органы, милиция — это преступление и наказание, да. А вот у нас был круглый стол по противодействию наркотиков, и все сошлись на том, что в этой проблеме еще и виноваты и семьи, и родители, и школы, и так далее. Как вам тоже видится, вот как на человеку, который, в принципе, возглавляет правоохранительный блок следствия, эта проблема, она гораздо шире, чем преступление и наказание? Безусловно. Смотрите, я еженедельно встречаюсь при желании родителей несовершеннолетних, которые оступились и совершили преступление. Я приглашаю этих несовершеннолетних, если они не изолированы от общества, да, я приглашаю их родителей, присутствуют у меня в кабинете и представители органов прокуратуры, и мы детально разбираем, а где, что, как. Мы выслушиваем родителей, выслушиваем ребенка, высказываем свои мнения, пытаемся разобраться и пытаемся помочь этим детям, да, а вполне, что немаловажно, и для себя уяснить, где же мы недорабатываем. Потому что однозначно, то, что дети совершают преступление, это не только вина этого ребенка, это вина ребенка, прежде всего, вина взрослого. Взрослого, который недоработал в семье, взрослого, который недоработал в школе, правоохранительного блока и так далее и тому подобное. Поэтому мои руководители, начальники Росков, заместители мои, я сам, мы регулярно, но один раз в неделю мы обязательно выступаем где-то либо в учреждении образования, либо где-то в студиях на радио, на точках или телевидении. Мы в обязательном порядке обращаем внимание родителей о том, что с детьми надо работать. Хотя бы просто говорить. Говорить, говорить и говорить с детьми, чтобы понимать, чем они живут. Потому что, к моему большому сожалению, дети живут у нас в интернете. Живут в интернете и живут они по правилам, которые там диктуются. Потом, когда они выходят на улицы, потом, когда они выходят в светлую обыкновенную жизнь, они не понимают о том, что здесь за те же действия, которые они в интернете там крошили, рубили, убивали и еще что-то, здесь за все это уже наступает ответственность. Реальная ответственность. Да, реальная ответственность. Понимаете, это не виртуальная, это реальность. Ну, к сожалению, мы, наверное, недостаточно им разъясняем. Ну, Радио Минск слушают в основном люди взрослого поколения. И мы надеемся, что нас услышат бабушки, дедушки, братья, родители, детей. И даже эта программа какой-то минимизирует хотя бы какую-то часть правонарушений с их стороны. Было бы очень приятно. Да. Друзья, я напомню, это был эфир Радио Минск. Программа «Говорит и показывает Минск». Ведущий Дмитрий Портон и в гостях нашей студии был начальник управления Следственного комитета по Минску генерал Сергей Паско. Соответственно, мы сегодня говорили о расследовании наиболее резонансных уголовных дел и о том, что сейчас беспокоят правоохранительные органы столицы Беларуси. Видеоверсию нашей программы вы сможете увидеть сразу после радиоэфира на портале Минск Ньюс Бай, а также на нашем официальном YouTube-канале и в социальных сетях Минск Новости. До свидания. Всего вам самого доброго. Спасибо. Спасибо. До свидания. «Говорит и показывает Минск».